Долгожданное пополнение. Парк Наринмарского авиаотряда пополнили два новых воздушных судна. В Усинск-Харуту, Инту и Харивер авиаторы запускают новые рейсы. Об экологии в российской Арктике. Глава региона Игорь Хошин принял участие в оперативном совещании в Салихарде. С главными событиями к этому часу в студии Иван Никонов. Новички прилетели. Парк воздушных судов Наринмарского авиаотряда пополнили два самолета ТВС-2МС. Новые машины построены на новосибирском предприятии Русавиапром. Зарегистрировали в Росавиации и отправили домой в Ненинский округ, где их ждали с большим нетерпением. Встречать в винтокрылах отправилась и наша съемочная группа. Порядка трех тысяч километров с ночевкой и дозаправками за два дня новые самолеты наконец добрались до Ненинского округа. Уже на подлете к аэропорту экипажи сделали круг над столицей, как бы дав новичкам посмотреть с высоты на их новый дом. Тем временем внизу на земле новобранцев встречали летчики, техники и все те, кто с нетерпением ждал этого пополнения. Один за другим самолеты зашли на посадку и встали на стоянку. По прилету командир одного из экипажей Сергей Личутин признался, это был первый для него настолько дальний полет. В пути новые самолеты никаких нареканий не вызвали. По словам пилота, технически они превосходят своих предшественниц старушек Ан-2. А у Ан-2 совсем другой двигатель, чем у ТВС. И он более, как сказать, экономичнее насчет керосина. Он на керосине летает, а Ан-2 на бензине. Бензин очень дорогой, и поэтому он намного экономичнее, я думаю, будет. И закремендует себя хорошо. Использование авиационного керосина, по словам Александра Короля, позволит не только получить экономическую выгоду, но и расширить маршрутную сеть авиапредприятия. Мы сможем летать теперь и в такие города, как Инта, Ухта, предположим, Усинск. Это будет интересно для жителей округа, которые проживают у нас на востоке региона, там Харивер, Харута. Ну и, собственно, в любой аэропорт, в котором есть керосин, этот самолет сможет прилететь. Летает он гораздо быстрее, чем Ан-2, то есть он может и комфортнее в нем будет. Коммерческая загрузка у этого самолета выше за счет того, что двигатель сам по себе и винт, они легче, чем у поршневого Ан-2. Благодаря этому высвобождается свободный вес. То есть теперь мы сможем, предположим, на дальние рейсы брать не 7 человек, а полную загрузку в самолет брать. Сколько? Ну это 13 человек. То есть не 7, а 13. То есть и самолет летит быстрее, и в нем будет теплее. Стоит отметить и тот факт, что еще на подлете к городу встречающие отметили яркую боевую раскраску самолетов. Завод-изготовитель выполнил ее по эскизам нашего авиаотряда. Посмотрите, у нас даже перронная техника покрашена в эти цвета. Это наш бренд. Эту раскраску разрабатывал командир летного отряда, образок Игорь Викторович. Полностью делал макетирование и отправлял на завод-изготовитель. И там его раскрашивали. То есть по вашему заказу, так сказать? Все по нашему заказу, да. Это торговая марка нашего предприятия. Показать себя в полетах по региону, то есть отправиться в рейсы, новички смогут после прохождения процедуры внесения в сертификат эксплуатанта. Необходимые документы постараются подготовить в кратчайшие сроки. Затем новички выйдут на линию коммерческих перевозок. Как отметил Александр Король, уже с сентября предприятие начнет платить за новые воздушные суда, лизинговые платежи. Напомню, общая стоимость самолетов составила 162 миллиона рублей. Средства на авансовый платеж в размере 75 миллионов выделены из окружного бюджета. Это первое с советских времен пополнение парка воздушных судов Наринмарского авиаотряда. Ирина Цептова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Наринмарский объединенный авиаотряд вводит в расписание регулярный рейс Наринмар-Усинск-Наринмар. Первый вылет в Усинск запланирован на 10 июня. Рейс уже стоит в расписании. Стоимость авиабилета в одну сторону составляет порядка 12,5 тысяч рублей. В настоящее время Департамент строительства ЖКХ энергетики и транспорта НАУ вносит изменения в постановление администрации округа, согласно которому жители региона смогут приобретать билеты по специальному тарифу. Он будет ниже регулируемого тарифа почти в два раза и составит 5 920 рублей. Рейсы запланированы один раз в неделю. В Усинске билеты можно будет приобрести в день вылета в аэропорту в агентстве «Вертос» в Наринмаре в кассе аэропорта. Кроме того, Наринмарский объединенный авиаотряд запускает еще два маршрута. С 31 мая вводятся регулярные рейсы «Харута-Инта-Харута». С 7 июня – Наринмар-Харивер-Наринмар. Самолеты будут летать четыре раза в месяц. Охрана экологии российской Арктики стала темой совещания при генпрокуроре России в Салихарде. С основным докладом выступил начальник Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Анатолий Поломарчук. Оперативное совещание посвящено вопросу повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности в сфере соблюдения законодательства об охране окружающей природной среды недропользователями в арктической зоне России. В рамках оперативного совещания руководители регионов России, среди которых и губернатор Ниньцкого округа Игорь Кошин, поделились опытом и результатами природоохранной деятельности, высказали предложения по совершенствованию мер Государственной экологического надзора. В настоящий момент прокурорами соответствующих субъектов на системной основе проводится надзорная работа в сфере обеспечения экологического законодательства, дается оценка полноте нормативного регулирования вопросов, связанных с охраной окружающей природной среды с субъектами недропользователя в арктической зоне России. В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий изменение закона об экспорте газа. Документ в случае его принятия депутатами повлияет на число российских экспортеров природного газа в сжиженном состоянии. Разработчик предлагает изменить один из критериев их отбора, а именно дату выдачи лицензии пользования участками недр, предусматривающей строительство завода по производству газа в сжиженном состоянии, или направление добытого газа для сжижения на завод СПГ. Предварительное рассмотрение законопроекта запланировано на июнь. В настоящее время правом экспорта СПГ обладает проект Ямал-СПГ, а также проекты государственных Роснефти и Газпрома. Единственным СПГ-проектом в России, не попавшим в перечень экспортеров, является сегодня Печора-СПГ. Этот проект предполагает разработку двух месторождений Ненецкого округа – Кумжинского и Коровинского. Совместное предприятие станет основой для создания нового высокотехнологичного центра газодобычи в регионе, в рамках которого предполагается реализация различных проектов по добыче, переработке, маркетингу и снабжению газом конечных потребителей. Реализация проекта Печора-СПГ позволит повысить инвестиционную привлекательность округа, создаст новые рабочие места, обеспечит значительный рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Парковки для инвалидов попали под приставленное внимание общественности. Особый интерес вызвало парковочное место для людей с ограниченными возможностями у администрации поселка Искателей. Изменится ли служба окружных стражей правопорядка? Как проходит реорганизация федеральной миграционной службы в Ненецком округе? И какую работу предстоит провести для уменьшения числа преступлений? На эти и другие вопросы журналистов местных СМИ ответил новый начальник УМВД России по Ненецкому округу Олег Яковлев. Олег Яковлев назначен на должность руководителя Управления Министерства внутренних дел России по Ненецкому округу указом президента от 12 апреля текущего года. Ранее Олег Николаевич служил в Чувашской республике. Наш город и округ в целом называют специфическим из-за труднодоступности и разбросанности населённых пунктов. А говоря о городе, отмечает его компактность. Что нравится? Маленький, компактный. За три минуты могу оказаться у прокурора, за три минуты могу оказаться у губернатора. Работать легко в том плане. То есть контролировать можно. Что суровости условий. Я вот два года жил в Магадане. Здесь получше. Значительно получше, чем... А вот по статистике правонарушений с начала года наблюдается значительный рост. В первую очередь это преступления в области информационных технологий, хищение денег с банковских карт, мошенничество посредством телефонной связи. Чаще всего схема обмана классическая. Родственник задержан за дорожно-транспортное происшествие или иное правонарушение. А для его вызволения необходимо внести кругленькую сумму. Чаще на эту уловку попадаются поживые люди. В большинстве своем такие преступления остаются нераскрытыми. В последующем мы производим расследование по этому делу. Выходим на телефон, который зарегистрирован на несуществующее лицо и производят обрыв вот этой нашей цепи. Как дальше искать? Раскрывать эти преступления очень тяжело. Также рост статистики преступления в регионе связан с изменениями в уголовный кодекс. Речь идёт о повторном административном наказании при управлении автотранспортом в нетрезвом виде. Только за прошедшие 10 месяцев возбуждено 40 уголовных дел. 40 уголовных дел. Это для округа, я считаю, тоже очень значимо. Очень значимо. И данное направление, оно только будет активизироваться. Почему, ни для кого не секрет, пьяный водитель за рулём – это потенциальный преступник. Потенциальное лицо, которое может кого-то задавить, кому-то причинить тяжёлые увечья, либо какие-то имущественные последствия. Но в этом вопросе есть и положительные изменения. Отмечается снижение дорожно-транспортных происшествий в алкогольном опьянении. На снижение числа ДТП будет направлена ещё одна мера. На городских и искательских трассах сотрудников ГИБДД станет больше. Это поможет сократить и предотвратить опасные ситуации. В ходе пресс-конференции не остались в стороне и предстоящие изменения в структуре управления Министерства внутренних дел. В апреле указом президента России Владимира Путина упразднено отделение Федеральной миграционной службы. Теперь оно будет ходить в состав УМВД. Всего к нам переходит 28 штатных единиц. Повторяюсь, 28 штатных единиц. То есть ни одного сотрудника, которые работали раньше, когда они отделялись в отдельную структуру, все они возвращены к нам обратно. Сейчас идёт процедура приёма передачи имущества, движимого, недвижимого имущества. Руководителем данного подразделения назначается Ермола Ирина Анатольевна. Вы знаете, наверное, она продолжительное время здесь работала, продолжает работу. Первое время отдел будет находиться под непосредственным руководством Олега Яковлева. Это позволит сохранить темпы работы на прежнем уровне. Ведь сейчас ОФМС предоставляет населению более 30 государственных услуг – от выдачи паспортов до контроля за иностранными гражданами. Особое внимание руководитель окружной полиции также обещает уделить преступлениям, совершённым несовершеннолетними и людьми, находящимися в алкогольном опьянении. А вот в своём новом окружении больших перемен не планирует. Говорит, здесь все на своих местах. Обещает только корректировку работы. Парковки для инвалидов попали под пристальное внимание общественности. Проверку на доступность и соответствие требованиям многие из них не прошли. Виной тому стало неправильное расположение, неприспособленные для колясочников бордюры. А в отдельных случаях и вовсе невозможность заехать на парковку. В рейд с представителями общественной палаты и ГИБДД отправилась наша съёмочная группа. Парковку сделать вот с правой стороны, а не там, где растёт дерево. Это дерево, загораживающего въезд на парковку для инвалидов, около администрации искателя уже успели обсудить во всех социальных сетях. Сегодня оно попало в поле зрения членов общественной палаты и инспекторов ГИБДД. Мы уже обращались в администрацию посёлка искателя по поводу этого дерева. И ещё раз обратимся, не согласны, что данный недостаток… Мы не только дерево, надо просто убрать, да, дерево. Может быть, просто, пожалуйста, передвинуть. Да, или передвинуть. Рогать не надо. Да, дерево не надо. Поэтому и не оставили дерево, потому что всё-таки зелени мало. Впрочем, дерево – это не единственное нарекание к этой парковке. Несмотря на, казалось бы, верное расположение, не более чем за 50 метров от центрального входа, крайние на стоянке и с более широкой разметкой, Марина Говша нашла ещё один существенный недостаток. И вот когда мы видим их две, это вроде бы как бы неправильно, да? Потому что, чтобы инвалид мог выйти, достать коляску, спокойно распахнуть дверь. Она немножко шире, по-моему, да, чем вот эта разметочка. Вот бордюр здесь есть. Всё-таки, мне кажется, по правилам, это тоже должен быть какой-то склад. Он должен быть плавным, потому что колясочник должен самостоятельно выйти и забраться туда, да? Не соответствует требованиям и парковочное место для инвалидов на территории поселкового многофункционального центра. Специализированное место есть, правда, нашли мы его не сразу. Дорожный знак «Парковка для инвалидов» повёрнут в сторону самой парковки, хотя должен стоять лицевой стороной к выезжающему на парковочную территорию. Плюс ко всему, располагается оно слишком далеко от центрального входа, который, кстати, оборудован удобным пандусом. В центр внимания общественной палаты и ГВДД попало и парковочное место у городской поликлиники. Во-первых, его расположение также вызывает нарекания у самих инвалидов. А во-вторых, во время нашего приезда оно было занято автомобилем без опознавательного жёлтого знака. Штраф за такое нарушение – 5000 рублей. На выявление необорудованных для инвалидов парковок и выявление недобросовестных водителей и отправилась общественная палата вместе с ГИБДД. Сегодня мы специально пригласили органы ГИБДД для того, чтобы вместе проехать и посмотреть, насколько наши водители соблюдают правила парковки для инвалидов. И вы сами уже видели на разных примерах, что не всегда удачно и расположение знака, и расположение самой парковки для инвалидов, чтобы человеку с ограниченными возможностями попасть в то или иное здание администрации. Но, большей частью, мы, конечно, обращаем внимание на поликлиники, больницы. И, конечно, этот вопрос надо поднимать. Я надеюсь, что наши рекомендации будут услышаны. Свои рекомендации члены общественной палаты отправят в администрацию округа и в профильные ведомства. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Смотрите через несколько секунд. Юные кулибины и исследователи искусственного разума. Наша съемочная группа побывала на занятии необычного для региона кружка робототехника. Сегодня в России стартовала основная волна ЕГЭ. Экзамены будут сдавать 660 тысяч россиян. Выпускники будут сдавать экзамены по географии и литературе. Это не самые массовые предметы. Литература нужна на филологических факультетах, театральных и некоторых других творческих вузах. География необходима на географических факультетах. По данным Рособорнадзора, в этом году на ЕГЭ по литературе записалось 50 тысяч человек. ЕГЭ по географии выбрали 25 тысяч человек. В прошлом году таких было около 19 тысяч. В Ненинском округе географию сдают 28 человек, литературу – 14. Всего в Ненинском округе ЕГЭ будут сдавать 266 человек, в том числе 230 выпускников текущего года и 36 прошлых лет. В регионе организованы три пункта проведения экзаменов на базе первой и пятой городских школ, а также телевисочной школы. Впервые 49 сельских выпускников из окружных поселков будут сдавать ЕГЭ в Наринмаре. Экзамены проводятся по 14 общообразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Остальные предметы выпускники сдают по выбору. Самым массовым экзаменом основного этапа ЕГЭ в округе станут обязательные предметы русский язык и математика. Самый популярный предмет по выбору – общество знания. Его намерены сдавать 165 человек. На втором по популярности месте – физика и история. Биологию выбрали 58 человек. Иностранные языки и химию – 35. Информатику – три выпускника. Все, чему научились за год, представили воспитанники городского центра детского творчества. С начала этого года на базе центра работает необычный для нашего региона кружок – робототехника. Здесь воспитанники создают роботов, способных самостоятельно ориентироваться в пространстве, распознавать окружающие предметы и делать многое другое. Как убедилась наша корреспондент Алена Валий, восстание машин нашему городу не грозит. Ведь есть те, кто с легкостью может подчинить себе искусственный разум. Этот робот-машинка – детище двух юных кулибиных – Григория Кислякова и Алексея Буржинского. Это собрано не по инструкции, то есть мы сами это сделали. Главное, ну, состоит из маленьких каких-то дополнительных деталей, которые скрепляют, и специальных датчиков различных, которые различают цвет, расстояние, касание и также трёх моторов. С виду простая машинка, собранная из конструктора, с лёгкостью объезжает препятствия. Сама себе даёт команды, распознаёт предметы и даже может их двигать. Но на самом деле всё не так просто. Для того, чтобы робот мог справиться со всеми поставленными задачами, создателям сначала необходимо написать специальную программу и создать своего робота. Конструкция хоть и проста на вид, но вот стоимость такой игрушки кусается. Порядка 30 тысяч стоит набор. Самым главным элементом является модуль. И в три как раз-таки это компьютер, мини-компьютер. Он самый дорогой, порядка 20 с лишним тысяч он стоит. Всё остальное – это дополнительные различные детальки, с помощью которых мы конструируем различных роботов. И, соответственно, необходим ещё, конечно же, и компьютер к этому набору. То есть, порядка, говорим в среднем, около 50 тысяч. Сейчас в Центре детского творчества закуплено два таких набора. Каждый рассчитан на двух учеников. Но пока в кружке занимается только трое. Преподаватель Наталья Михайлова говорит, что пока сама учится вместе с детьми. Ведь новый кружок в Центре детского творчества появился совсем недавно, только в феврале. Но уже ученики сделали большой шаг вперёд. Их роботы умеют не только двигаться. Есть и те, которые едят, спят и лают. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Робототехника отечественного производства будет способна работать на поле боя, в агрессивных и опасных средах, в том числе в космосе. А управлять ею уже учатся силой человеческой мысли. Министерство обороны завершает испытания серии робототехнических комплексов «Уран». Они предназначены для дистанционной разведки, огневой поддержки общевойсковых, разведывательных и антитеррористических подразделений. Могут использоваться как инженерные машины, в том числе для разминирования. Недавно несколько «Уранов» прекрасно отработали на разминировании окрестностей Пальмиры. Эксперты высоко оценивают потенциал боевого робота «Нерехта». Это бронированная гусеничная машина также модульной конструкции. По словам его создателей, он может использоваться и как разведчик, и как ударная система для прорыва укреплений позиций противника. «Нерехта» оснащена дизель-электрическим двигателем. При выполнении разведывательных задач дизель отключается, и гусеничный робот двигается бесшумно. Электромотор питается от энергии, накопленной в аккумуляторных батареях. Специалистами из Саратова разработана акустическая система, позволяющая по звуку полета пули или реактивной гранаты определить точку выстрела и нанести туда ответный удар.